Спонсор этого выпуска геймерский канал Бодило. Он там делает душевные и прикольные ролики по самым разным играм. Обязательно зацените по ссылке в описании и подпишитесь. Здравствуйте, это Гагатун. И у Геннадия возникли некие проблемы технические с его роликом, поэтому вам придется подождать полноценного хайп-патруля потом. Но сейчас, так как надо было что-то выпустить в конце недели, я решил, что я помогу ему и запишу свою версию хайп-патруля, где мы, по-вашему счету, будем просто смотреть тренды. Ведь это все, что нам нужно, смотреть тренды. Что у нас было в трендах на этой неделе? Если промотать в конец, вы увидите лучшие видео недели, и тут, на самом деле, в основном вы найдете только рекламные ролики. Ну не то, чтобы только рекламные ролики, но есть ролики вроде... Меня зовут Полина, и я думаю, для вас не секрет то, что моя манера поведения... И ты думаешь, какого черта вот это дерьмо находится в трендах Ютуба? У вас никогда не появлялась такая мысль, какая-то, что оно тут делает? Вот у меня в последнее время другой мысли по отношению к Ютубу не появляется. Мой главный вопрос, что на мягкий вкус акваминерали, это реклама, которая просто находится в трендах, и находится не просто, а бы там где, лучшие видео недели. Это лучшая реклама недели, может быть, тогда так это переименуем. Или почему творожный срок Хохланд в треугольничках это идеальный перекус? И что больше меня даже скорбило по отношению к этому ролику, где они хотя бы закрыли лайки и дислайки. То есть ты можешь предположить, там больше гораздо дислайков, чем лайков. Здесь же, здесь они их не закрыли и дислайков едва ли чуть больше половины. Чуть почему? Вы, кто-то из вас сидел и ставил лайки рекламе Хохланда, где никакого юмора и ничего нету, где тёлка, говорите, «Я люблю творожный срок», «А ещё я люблю жрать», в общем, очень много. В чём смысл? Я лично этого не понимаю. У меня Солл Хогланд почему-то с Украиной ассоциируется. Ну вот могли бы об этом ролик снять, на самом-то деле. Самой хайповой темой, наверное, должно быть MC Холландский дисл на воспойщиков. Где Холландский опять играет в какого-то рэпера и какой-то там дисл делает, среди прочего. Он оскорбляет. Давайте посмотрим по комментариям, кого же он там оскорбляет. При чём тут Купленов? Я чё-то не понял, его имени даже в песне не было. Объясните, но на самом деле там был Купленов, просто чувак глухой немного. Но ролик неинтересный, ролик не смешно. Я уже должен поставить дислайк. Тут дислайков почти как у Хохланда. Теперь это наш базис будет для наших аргументов. Дислайков почти как у Хохланд соотношение. И вот в спойщиках уже пидораса есть такие комментарии. И отчасти мне становится печально, просто вот видя комментарии, что это как-то даже хочется встать на сторону Хованского. Учитывая, какие дебильные комментарии люди пишут здесь, ты начинаешь думать, может быть, правда так плохо. Но при этом Хованский сам, ну, хорошему слову не опишешь. И люди, которые прибегают на этот ролик, говорят, а, за Купленово и двор стреляю в упор. И вот те же люди, которые, да при чем тут этот, при чем тут какой-нибудь Хованский, да я за Хованского. Вот эти люди, которые пытаются без каких-то аргументов, просто за этим именем, да, приходят сюда и защищают имя чушевое, или там фамилию, или вообще никнейм выдуманный. Это крайне смешно, мне кажется. Вам, то есть вы пришли сюда доказать какую-то точку зрения, аргументируете, почему же вы защищаете данного человека или нет. Некоторые не могут придумать свои тексты, они придумывают своровать чужие тексты. И, конечно, ни одного путного комментария здесь тоже не видно. Прямо, конечно, клип не то, чтобы он заслуживает каких-то путных комментариев, но... Но о чем это говорит? О том, что все это крайне скучно, как по мне. Что это все давно превратилось в такой бред. Им говорят, что здесь размазывают дерьмо по лицу. И люди прибегают под эти ролики, чтобы им размазали говно по лицу, и они находят в этом какое-то удовольствие. Я, конечно, не фрейд, но мог бы рассказать, наверное, пару вещей о том, что я тут увидел и прочитал, что меня немного заставило задуматься. Ну, делать я этого, конечно, не буду. Потом посмотрим, что же у нас еще в трендах. Также на этой неделе я заметил странное возвращение Майнкрафта. Которое меня удивило. Потому что, смотрите, в трендах, вот если покрутить, не один ролик по Майнкрафту, не два ролика. Он... Тут весь этот тренд усеян роликами по Майнкрафту. Я вначале даже подумал, что это один и тот же ролик, потому что тут почти одинаковый фамнейл. Видите? С домиком. Нуб. И тут везде повторяется. Нуб против дома из криперов. Нуб против криперов. И я вначале думал, может быть, это, блин, это какая-то коллаборация, какой-то юмор, какой-то стёб. И, может быть, это и правда какая-то коллаборация, какой-то стёб. Но теперь все стали писать нуб и Майнкрафт. И по каким-то причинам попадать в топы, когда у них всего лишь 46 тысяч просмотров за 8 часов. Это как бы немного. По меркам Ютуба это немного. За один день тут 882 тысячи. Я понимаю, почему это может находиться в трендах. Но за 8 часов 68 тысяч просмотров тоже Майнкрафт находится в тренде. Ещё Майнкрафт. Ещё Майнкрафт. Ещё Майнкрафт. Ещё Майнкрафт. Я думал, что Ютуб уже как бы перешёл эту фазу. Неужели это возвращение Майнкрафта? Давайте просто посмотрим начало ролика. Надо продолжать и комбать эти лаки-блотки. О, тут какой-то розовый лодок. Я вначале подумал, может быть, он персонажей играет, и поэтому у него такой голос упрощает. Оказалось, что он и правда играет вроде как персонажа. Но ролик, к сожалению, это смешнее не сделал. Потому что... И вы думаете, ой, ну этот, 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 и так всё, вот это дети только смотрят. Ну, давайте ещё посмотрим, какие, какие ролики у нас ещё есть в тренде. Ки-ки-ки-ка-ка, прекрасное начало игры. Мне кажется, что пятница 13-ая должна начинаться именно со слов ки-ки-ка-ка-ка. Я уже предупреждал людей о том, что YouTube рано или поздно превратится в контент для детей из-за ограничений. И в России даже толком ограничений идти не работает, но при этом он всё равно превратился в каналы для детей. Вот, например, ещё один ролик для детей. В этот раз мы всё продумали. Чуть не умер просто из-за страха. Так, ну в любом случае не повторяйте за мной. Не будем. И зачем я смотреть дальше ролик, когда мне показали всё и показали, что там не будет ничего интересного, я не знаю. Смысл? Смысл-то? Да вроде нет ошибок. Или есть. Найти ошибку. Господи, он меня поймал на том, что я хочу узнать, в чём ошибка. Сетачки, которые не решают взрослые. О, папа, 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 ой, господи. Мне часто говорят, мол, вот ты, Гагатун, осуждаешь людей на своих стримах. Ты говоришь, вот тебе это не нравится, то тебе не нравится. При этом эти люди, они что-нибудь делают. Ведь они что-то делают, а ты ничего не делаешь. Они пытаются что-то делать. Вот Хованский, он нанял людей, чтобы они ему написали текст, чтобы его сняли на камеру. И ты такой приходишь и говоришь, что это всё фигня. Да как же ты так можешь? Ну, есть простая вещь. То, что я делаю, что у меня не выходит, я это редко выкладываю. По крайней мере, сейчас. Я пытаюсь выкладывать что-то, что, мне кажется, несёт какую-то цель. И если вы эту цель не поняли, и вам это не понравилось, ну, это не моя проблема. Но суть в том, что нельзя говорить о том, вот они пытаются. Вот они пытаются. И это служит аргументом тому, что тебе это не понравилось. Но если тебе это не понравилось, и это тебе не понравилось, это не значит, что можно говорить, ну, он пытался. Какая разница? При этом никто здесь не пытается, чтобы удивить себя. Ведь здесь все делают ролики, чтобы их посмотрели другие, чтобы накрутить просмотры и прочее, прочее, прочее. Поэтому такие пытания мне лично неинтересны. Особенно, когда ты видишь такое количество мусора в тренде, и ты понимаешь, что вот эти все каналы получают просмотры, а ты не получаешь. Ютуб, он представляет из себя просто мусорную свалку. И даже если ты сделаешь какого-то невероятного лебедя и стекла там выдуешь, и положишь его в эту мусорную свалку, он не взлетит, понимаете? Он все равно будет частью мусора. Ты не можешь теперь выкладывать сюда ролики, которые ты действительно вкладываешь в труд, потому что это как-то среда, в которой находятся эти ролики, она убивает смысл. Я думаю, то, к чему шел Геннадий, записывая свой ролик, если я буду вам его выражевывать пытаться, но это лишь мое мнение, я не говорю, Геннадий, может быть, он какой-то свой смысл вкладывал в свои видео. Но попытаться сделать Ютуб не такой свалкой, что, возможно, стоит перестать смотреть всякое говно. Но в основном те, кому понравился ролик про Хай Патруль, они это поняли, а тем, кому он не понравился, они ничего и не поняли. Поэтому явно Геннадий не сказал то, что он хотел сказать, не донес свою мысль, и ему надо будет думать над своим форматом роликов. С моей стороны, вот ты смотришь эти ролики, ну, против Крипера, еще один. Ребята, смотрите, это дом из Криперов, нифига себе. Если зайти много роликов, где, ну, против дома из Херабрина, ну, из зомби там против дома. Зачем? Зачем? И почему? И как это, вот как это рекламируется, как это проталкивается сюда? Почему в топе находятся ролики, которые вообще даже на корейском тут написаны? Что они тут делают? Да, и сейчас я буду размышлять, записывать свой материал, вот, и вкидывать его в место, где вот это находится в тренде. Твой ролик никому не нужен, в то время как вот это вот находится в топе. Как бы вы к этому относились? Ну, какие бы вы чувства и эмоции бы испытывали? Желейный медведь против желейного обжора. Хотел наши спички еще стащить. Теперь будешь знать, что спички это не игрушки. Это ролики для трехлетних детей, которые даже еще говорить, наверное, не умеют. Спрятался он, от Валерки не спрячешься. Это не юмор, это не ролик, это просто высер. Два с половиной миллиона подписчиков. Почти никаких дислайков. Комментарии? Ждут ли нас здесь здравые какие-то комментарии? Конечно нет, потому что люди, которые смотрят это, они не умеют писать. Поэтому все, что вы тут встретите, это... О, заходи ко мне, можешь у меня посмотреть. Ну, типа это, блин, это официально. Тут спиннер, жми скорее, вот, что вы увидите за комментарии. Мне нравится, как кто-то делает голос. Ставь лайк, если жарко, Валерку жалко. Валера хорошая, желтый индивид плохой. Вот что вы за комментарии здесь видите. На моем канале самые топовые видео. Жужа, давай узнаем, может быть, ты хоть какое-то разнообразие внесешь вот здесь YouTube. Зомби убил свинью, первая серия Minecraft Animation. Его самые топовые... Я просто хочу видеть эти топовые видео. Да хоть настоящие люди хоть эти ролики постят. Я уже... Я не знаю. Эти ролики делает кто-то, или они просто появляются из чьей-то жопы. Мне кажется, это чей-то чужой ролик, это даже не его ролик. И при этом, да, зато у нас есть, опять же, полностью на английском ролике про кейсы. Open case у нас здесь. Ножи. Также тут выше, если посмотреть, есть еще один open case. Я извиняюсь, кстати, за машину на заднем плане, но, считывая, какое качество на YouTube, наверняка вас это не сильно беспокоит. Вот эти ролики, которые... Он не начался, ролик, и ты уже такой, друзья, не забудьте поставить палец вверх, поставить то-сё. Нахуя? Ну зачем мне тебе ставить палец вверх, когда ты ничего не сделал? А почему не поставить палец вверх? Всем привет, ребята, с вами я, Нубик в Майнкрафте. Иди-ка ты нахер, Нубик в Майнкрафте. Приветик, покатик. Как глубоко в землю входят пули. Ну, вначале попробуй себе в жопу его засунуть, и посмотрим, как он тебе глубоко войдет туда. Прыгнул с вышки 10 метров на Бимикс. Прыгает он, блин, сраный бассейн. Зачем я засмотреть, когда ты знаешь, что там произойдет? Не знаю. Ребята, это новое видео для вас, и если ты хочешь продолжить... Иди в жопу! Я не хочу ставить ей лайк. Ну-ка, вы лучше поставили мне лайк. Можешь поставим лучше всем дизлайк, и будем ставить лайки мне вместо этого. Поставьте-ка мне лайк здесь. Я пришел сюда, мне обязаны лайки. Дом под землей. А, блин, это... Блин, я ненавижу эту музыку. Одна и та же музыка везде. Ты чувак здесь дважды. У Соколовского настолько пригорело от всего этого, что он отсидев там 7 месяцев, пришел прийти сюда и записать второй ролик про Ларина. На самой вершине у нас кто? Короткая ситуация в стране за 25 секунд. Я могу предсказать, что происходит в этом ролике. Как видно, я его еще не осмотрел. Но что там происходит в этом ролике? Скорее всего, жирный кричит и кривляется. На протяжении этих всех 26 секунд. Сейчас что-нибудь про Навального будет, наверное, еще. Наставите Навального! Блять. Ой, блять. Так да куда же это все катится? А, ну водка еще. Еще про водку здесь. Скороткая ситуация в стране за 25 секунд. Скоротко про ситуацию на ютюбе за 25 секунд. А-а-а! А-а-а! Что произошло? У меня ролик смешной не выходит. Че делать? А-а-а! Добавь туда Навального. Ну, в общем, это коротко о том, что, я думаю, происходит на ютюбе сейчас. Ничего хорошего. Наверное, следующий выпуск все-таки будет записывать Геннадий. Поэтому... Если вам не понравился этот выпуск, он был недостаточно смешным или интересным, то как бы можете мне ничего не писать. На этом все. Пока. Удачи! Да не забывайте подписываться, ставьте лайк. Ой, я забыл упомянуть о том, что вам надо было поставить лайк мне в самом начале. Пожалуйста, поставьте... Я знаю, что уже сейчас никто не смотрит этот ролик, чтобы ставить лайк, но поставьте лайк. Пожалуйста. Не ставьте лайк, пожалуйста, не слойк. Ведь для меня это очень важно. Давайте все будем играть вместе в Майнкрафт. Давайте пойдем поиграем Майнкрафт. То есть, к самому храме я вел себя прилично, а значит, все в порядке. И я доказал, что если вы тоже будете все вместе прилично, как и я, в тот момент, когда снимал ролик, то тоже все будет хорошо. Всего-то 7 месяцев. И все будет хорошо. Всего лишь 7 месяцев. Ну, зато популярность можно обрести потом еще. Тоже неплохо, на самом деле. Всего лишь 7 месяцев. И все будет, и ничего с вами не будет, на самом деле. Всего-то 7 месяцев. Субтитры сделал DimaTorzok